Здравствуйте! Это программа День Города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Дома у дороги в деревне Высокая, людям сложно жить из-за расширяющейся трассы М5. Вновь пожар. В поселке Соколовка в огне погибла женщина. Лето без табачного дыма. Как изменилось здоровье рязанцев без сигарет? В районе деревни Высокая Рыбновского района расширяют трассу М5. Вот только жители совсем не рады. Проезжая часть становится все ближе к домам. Населенный пункт расположен вдоль дороги. Уже сейчас невозможно открыть окна из-за пыли. Как жить дальше в таких условиях, они не знают. Зимой реагент, летом клубы пыли. В деревне Высокая Рыбновского района и так не лучше условия для жизни. Дня, когда жителям сообщили о том, что будут расширять дорогу, многие задумались о том, чтобы поменять место жительства. Галина живет в селе Высокая с 1962 года. Окна и так не успевают отмывать от пыли. Шум от проезжающих фур круглые сутки, неприятный запах выхлопных газов, пыль. А теперь все это станет еще ближе к дому. Рядом с домом дорог будет, будет снег чистить. И так все цветы погибают, когда чистят. Теперь вообще все погибнет. И как ходить. Официально, по данным Волжскоавтодора, на участке М5 Урал со 159 по 166 километр просто идет ремонт. В документах, находящихся в свободном доступе, о расширении ни слова. Вот они сейчас все это катают. У нас дом старенький, он просто трясет с того, где обвалится. Насаждение все порубили. Они как бы защищали нас от машин, от всего, от выхлопных газов. Не знаю, мы против все. Обещали нам окна пластиковые поставить, но что-то все затихло. Условия в селе Высокое всегда были не лучшие. Например, в середине населенного пункта нет пешеходного перехода. И пожилым людям приходится идти в обход полтора километра, чтобы зайти в гости к соседям, которые живут напротив. Жителями деревни Высокое, прежде чем проводить расширение дороги, никто не советовался. Не было речи о том, чтобы посадить новые деревья на месте спиленных или оградить жителей от летящей пыли. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, селекомпания «Город». Администрация Рязани объявила аукцион на выполнение работ по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха. Более 9 миллионов рублей планируется выделить из бюджета города для замены асфальта, установку урн и скамеек. Неравнодушные горожане уверены, что парк в таких изменениях не нуждается. И бюджетными деньгами следует распорядиться иначе. По словам Марии Захаровой, назвать Центральный парк местом культуры и отдыха сложно. Отсутствие клумб, газона и вечернего освещения – это, по мнению девушки, основные проблемы парка. У входа находится информационный стенд, но внутри парка нет никаких табличек. Поэтому заблудиться здесь незнающему человеку не составит труда. Мария считает, что бюджетные деньги, которые выделили для облагораживания парка, необходимо направить именно на решение этих проблем. Здесь нормальный асфальт. Практически везде в парке, по центральным аллеям можно ходить. Все хорошо. Лавочки здесь тоже стоят не на каждом шагу, но в достаточном количестве. Так же, как и урны. Может быть, они не все новые, но они есть. Если есть проблемы, которые, наверное, решить было бы гораздо проще и куда более важнее. Одной из главных проблем парка Мария считает – зеленый театр. Вокруг заросли крапивы, стены исписаны граффити и нецезурными надписями. А внутри бывшего места культуры отдыха горожан собираются неприятные компании. Его уже проще снести, нежели его отреставрировать. Потому что, на мой взгляд, это просто источник заразы какой-то. Если заглянуть туда внутрь, там мусорка. Рядом с бывшим театром – Рюминский пруд. Отдыхающим приходится наблюдать за природой сквозь заросли. Газон сделать, да, вообще замечательно. Я здесь росла, когда мы здесь учились, здесь был отличный кинотеатр. И мы всегда ходили здесь в кино. Здесь такая была красота. Центральный парк для рязанцев – место семейных прогулок, занятий спортом и проведение культурного досуга. Что ждет этот парк в будущем, остается только гадать. Анна Малистова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Количество пожаров в жилых домах в Рязани, к сожалению, не убывает. И возгорания происходят по разным причинам. Неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание. К сожалению, такое возгорание может закончиться трагедией. Поселок Соколовка, улица Связи, дом 19. Здесь в ночь на 1 августа произошел пожар в жилом пятиэтажном доме на четвертом этаже. При высшем пожарном подразделении обнаружили загорание в одной из квартир многоквартирного дома. В 0 часов 25 минут пожар удалось ликвидировать. Вследствие пожара повышена двухкомнатная квартира на площадь около 10 метров квадратных. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей и 14 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Александр – житель пятого этажа. Сгоревшая квартира находилась прямо под ним. Мужчина принимал непосредственное участие в тушении пожара. Я проснулся, а то, что у меня дым был, дом в квартире, я задыхался, мать у меня больная тоже задыхается, 70 лет было. Я смотрю, кто-то в квартире у нас глобит, я дверь открываю, они вот хотят лобом, кувалду, хотят дверь открыть. У нас, кстати, сосед прибежал, спал на руку, принес, мы дверь отопилили. По словам мужчины, пожарные приехали через 10 минут. Вместе они и вытащили из огня погибшую женщину. Квартира на четвертом этаже сейчас выглядит именно так. Дверь сняли с петель, а вокруг перчатки и пепел. В пожаре больше пострадавших не было. По словам соседей, женщина долгое время жила с матерью, а после ее смерти совсем одна. Она работала парикмахером, была одинокая. Что там случилось, я не знаю. Может быть, плохо стало, потому что обгорела она очень сильно, лицо все. Соседи отзываются о погибших хорошо. Говорят, что алкогольными напитками не злоупотребляла. Версию о причинах пожара никто не выдвинул. Соседи снизу на третьем этаже пенсионеры. Они также пострадали от пожара, правда, совсем по другой причине. Их квартиру залило водой. Кухня и вот эта прихожая. И немножко вот эта вот стенка с той стороны. В день пожара Петра Михайловича и его супруги дома не было. На трагедию они узнали только утром 1 августа. Сейчас разбираются с одним из ее последствий. Причины пожара и ущерб устанавливаются. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, город. Легко ли обмануть женщину? Это решил проверить серийный мошенник. Его жертвами стали женщины-продавцы. Сотрудники отдела МВД России по советскому району Рязани провели операцию по задержанию подозреваемого в серии мошенничеств. Народная истина бесплатный сыр бывает только в мышеловке сейчас актуально как никогда. Пострадавшая от мошенничества женщина отдала незнакомцу почти 9 тысяч рублей за якобы хороший телевизор. После того, как мужчина получил деньги, его и след простыл. Такая схема мошенничества для оперативников не в новинку. 10 лет назад по аналогичной схеме уже были обмануты 40 жителей города. 10 лет назад полицейские выследили и задержали злоумышленника. В этом году 40-летний рязанец, отбыв наказание, вышел на свободу. Пострадавшая продавщица узнала по фотографии бывшим заключенным недавнего обаятельного экспедитора. Оперативники уголовного розыска обошли в центре Рязани ряд магазинов и заведений сферы услуг, в которые мог наведаться злоумышленник, передали работникам фотографию разыскиваемого, а также рекомендации, как действовать в случае его появления. Через несколько дней сыщики получили сигнал из аптеки, быстро выехали на место и задержали злоумышленника на выходе из помещения. В ходе расследования установлено, что подозреваемый причастен к 11 аналогичным хищениям, совершенным в разных районах Рязани. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Подозреваемый арестован. По словам представителей подрядчика, первый этап реконструкции площади Ленина должен быть завершен уже к концу этой недели. Здесь же в Рязани впервые установили новый светофор. Он будет регулировать движение транспорта со стороны улицы Горького. О других изменениях расскажет Анна Малистова. Новый светофор на Ленина планируют включить 2 августа. Решение об его установке связано с реконструкцией площади. Прогнозируется, что в будущем на этом участке проходимость людей повысится. В настоящее время устанавливается пешеходный светофор на улице Соборной. Данная работа связана с благоустройством площади Ленина, которая позволит обеспечить пешеходный переход безопасным для граждан. Также данный светофор мы установили не ламповый, а светодиодный, что позволит автомобилям и пешеходам лучше ориентироваться в дневное и в ночное время. Светофор, который установлен далее по улице, будет ликвидированный. Еще один пешеходный светофор планируют установить на пересечении улицы Черновицкой и Гоголя, а также заменить старые ламповые светофоры, которые в городе осталось 11, на светодиодные. В Рязани также уже работают светофоры системой адаптивного дорожного движения. У нас ранее было установлено такое оборудование на 26 светофорных объектах. В настоящее время ведутся работы, уже завершаются, еще на 27. По словам начальника отдела дорожного хозяйства, Рязань в плане установки этой системы является передовым городом. Стоит только догадываться, какие изменения в этом направлении ждет Рязань в будущем. Аномалистов Игорь Глотов, телекомпания «Город». На трех рязанских маршрутах появились дополнительные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Из-за отмены маршрута номер 5 до Дурлатова, сокращения номера 7 и отказа от обслуживания номер 156 Рязань-Полково освободился подвижной состав автоколонны номер 1310. Этот транспорт пустят на наиболее нагруженные маршруты номер 12, 17, 20. Для людей с ограниченными возможностями здоровья даже обыкновенный бордюр или небольшая яма на дороге – настоящая проблема. Преодолять такие препятствия на инвалидной коляске крайне непросто, поэтому обычная прокулка может превратиться в настоящее испытание. С какими еще трудностями сталкиваются люди с ограниченными возможностями ежедневно, расскажет Анна Малистова. У Алексея Баляева церебральный паралич. Передвигаться даже по своему району для него проблема. Ведь высокий бордюр – непреодолимое препятствие. Поэтому и приходится ездить по проезжей части. На прогулку Алексей может выезжать только в теплое время года. Когда дорогу размывает, проехать просто невозможно. Зачастую Ирине Валентиновне маме Алексея приходится помогать сыну передвигаться по улице. Но она признается, что в последнее время для нее это крайне сложно. Для того, чтобы перетащить коляску через высокий бордюр, требуется немалая физическая сила. Ну, очень везде большие бордюры высокие. И то, что вот не очень много этих вот недоделок. Плохой асфальт, ямы. Или просто вообще подняться просто не может. Он где-то выезжает на проезжую часть. На проезжую часть дороги, прямо навстречу машинам. По словам Ирины Валентиновны, со многими трудностями им приходится справляться с самим. Коляску им сперва помогли приобрести друзья. Затем они пытались получить другую от социальных служб. Но прождав полтора года, им пришлось приобрести ее самим за 200 тысяч рублей. При этом коляска постоянно ломается из-за плохих дорог. К примеру, недавно Алексей проколол колесо. Ремонт и обслуживание такой коляски стоит далеко не дешево. Пандус в подъезде удалось поставить с помощью неравнодушных людей. Открыл сбор средств в интернете. Медикаменты также приходится покупать самим. Федор живет в соседнем подъезде. Со своей коляской он не расстается уже 30 лет. Этим летом он проехал на ней уже тысячу километров. По программе реабилитации ему выделили новую. Но, по словам мужчины, подобные коляски китайского производства просто непригодны для использования. Особенно на наших дорогах. Я потому что сам подъезжал к дорожникам и им говорил, что ну вы сделайте так, чтобы я мог проезжать беспрепятственно, когда они там тротуары ремонтировали. Я говорю, вот чтобы был съезд, выезд. Мы так не можем. Вот у нас какие-то там нормативы. По мнению героев сюжета, хотя в последнее время в городе стало больше пандусов, появился низкопольный транспорт. Но для комфортной жизни людей на коляске этого недостаточно. Уже там на протяжении 10 лет вот эта программа федеральная, доступная среда. Но что-то здесь я особо не вижу. Анна Малистова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязанцев, которые этим летом пытались бросить курить, приглашают на повторное тестирование. На мобильных площадках в торговых центрах можно узнать, как улучшилось состояние здоровья и получить консультацию врача. В акции «Лето без табачного дыма» приняли участие более 300 человек, большинство мужчин. Это те, кто самостоятельно отказаться от сигарет не смогли и приняли решение обратиться к врачам. Они уже прошли первичные тестирования в июле. Повторное посещение покажет, смогли ли они избавиться от вредной привычки. Если человек прекратил курение, и он не курил весь этот период времени, то на газоанализаторе у него будет нулевое. Если он продолжал курить, нуля не будет. Поэтому здесь вот это. Потом на том же кардиовизоре, который мы сейчас проходили, здесь у основной массы тех, кто курил, у них у всех идет гипоксия. Пусть незначительная, но она отмечается. При повторном тестировании мы сравниваем с теми данными, или они уменьшились, или она убралась совсем. Каждого пациента проверяют кардиовизором, как работает сердце, измеряет давление, уровень кислорода в крови, процент жировой ткани, индекс массы тела. Показатели, если человек бросил курить, должны улучшиться. Татьяна зашла к врачам проверить здоровье. Газоанализатор показал, что она курит. Как оказалось, несколько минут назад разговаривала с подругой, у которой есть эта вредная привычка. Если аппарат вам показывает, то, соответственно, вы уже знаете, как это влияет на ваш организм. Соответственно, это влияет очень негативно, потому что даже если вы пассивный, то, соответственно, это больше, даже хуже, скажем, чем сам курильщик, например, курит. Врачи рассказали, быть пассивным курильщиком тоже опасно, поэтому тем, у кого дома есть близкие с этой вредной привычкой, никогда не поздно от нее отказаться. Итоги акции подведут в конце августа. Рязанцы, у которых самые лучшие показатели, получат абонементы в фитнес-залы и бассейны. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Жарким летом можно купаться не только на городском пляже или море, но и в бассейне. Именно сейчас Аквамед предлагает для жителей города очень выгодные предложения. Подробности далее в сюжете. Провести время с пользой для здоровья. 25 метров – чистая энергия. В бассейне Аквамед сейчас можно поплавать со значительной скидкой. На время летних каникул действует акция Аквамеда. Здесь взрослые могут плавать за 200 рублей за один сеанс, дети – 150. Если же взрослый желает плавать с тренером, то одно занятие обойдется 330 рублей, и также дети с тренером – 210. Мы предоставляем отдельную дорожку за 1500 рублей, 30 минут на воде. Арендовать ее могут любой желающий. Здесь можно просто поплавать или же воспользоваться услугами тренера. Также в бассейне Аквамед работают специально разработанные программы. Силовые упражнения для спины и пресса, упражнения для будущих мам, занятия для проработки основных групп мышц, оздоровительные уроки для людей старшего и среднего возраста и разносторонняя нагрузка для детей. Но даже если вы захотите просто поплавать, польза для здоровья будет колоссальная, потому что здесь задействованы все группы мышц. Вода еще успокаивает и дарит умиротворение, которого порой так не хватает в современном ритме жизни. А умение держаться на воде является просто необходимым навыком как для детей, так и для взрослых. Здесь помогут его приобрести. Обучают плаванию, усовершенствование плавания, исправление осанки, скелиозы, здоровье, бодрый дух и позитивное настроение. Так что приглашаем всех желающих посетить наш бассейн. Помимо акции «Аквалет» в бассейне постоянно действуют тарифы выходного дня и счастливый час. Ознакомиться со всеми предложениями можно на официальном сайте или по телефону 50 50 25. Бассейн «Аквамет» работает ежедневно с 7 до 22 часов по адресу город Рязань, улица Высоковольтная, 7А. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok